Всем привет, продолжим с вами рубрику про гномку, и я немножко, так сказать, поздно выпустил сегодня видео, просто потому что я надеялся, знаете, до конца надеялся, что до этого выпуска мне удастся получить заветный 71 уровень. Он не особо-то и заветно, честно говоря, просто хочется немного больше прогресса, так сказать, в своих роликах, но вот качаясь день и ночь в Круме, хотел сказать в Дионе, просто ТП из Диона в Круму обычно летишь, там в общем я качался гномкой все это время в Круме и в катах в ночное время, оставляя на ночь, я уже делал про это видео, называется ночной кач, можете посмотреть на моем канале. Кстати говоря, часто пишут на гномку, привет, как дела, я только стартовал, я надеюсь, что если вы решили стартовать, вы не забыли воспользоваться моей реферальной ссылкой в описании под роликом, это очень сильно поможет каналу, заранее спасибо. Да, к тому же, если вы долго не играли, решили вернуться, можете тоже скачать по ссылке игру, и мне тоже прилетят бонусы, спасибо большое. В общем, гномочка 70 уровня, практически 71, я бы мог использовать светочи, но я их не использую, я их коплю. Для отдельного видео, я думаю, всем будет интересно, какой уровень возьмет гномка, используя все светочи с 76, и вот до какого она дорастет, когда использует все светочи. Видите, у меня тут светочи с осады есть, который, вот этот вот форт орков, как там она называется, крепость орков, каждый день, который идет, и дают светочи, если ее пройти. Но не всегда удается найти пати, спасибо большое моим сокланам из клана древней, которые помогают мне в этом. Ну вот такой вот, очень скромный, я бы сказал, накопилось. В общем, что гномка вообще, какой прогресс, так сказать, есть. Третий пояс, пояска очень тяжело точить, особенно гномки, у гномок практически нет денег, у гномки, поэтому пояс зашел на 3, я решил его оставить на 3. Талика Дэна я точу, но больше на 5, он почему-то не заходит. Талисман Евы я тоже точил, но дотачился до плюс 3, решил, что ладно уж, оставлю как есть. Гномочка у нас почти полностью оделась в синего волка, тяжелый сет, видите, у меня шлем, перчатки, вот буквально час назад я купил себе штанишки и боты. Не хватает еще армора, но он самая дорогая часть, стоит около 10 кк, там 7-10, поэтому, ну, я надеюсь, что накоплю в ближайшее время и куплю его. В принципе, в принципе, сейчас хотелось бы еще бежу, но, наверное, я буду копить на керасу тогда уж, то есть на тело, потом уже куплю себе бежу какую-нибудь там бэгрейдную или агрейдную, или цегрейдную, скорее всего цегрейдную. В остальном, у меня появилась также брошь второго уровня, я наконец-то поставил все эти камни, которые выбил с сундуков Крумы. Этот камень, лунный камень, дает 3% бонуса SP и XP, не так уж и много, но все равно приятно, потому что он навсегда, всегда дает этот бонус. Также поставил циркон, сила магической и критической атаки 2%, ну, тоже такое себе, ну, почему бы и нет. Браслет для талисманов, здесь все просто, здесь сталик Евы, чтобы хоть как-то восстанавливать ману, хотя она улетает вообще всегда у гномки. И талисмана Дэна пятую у меня уже, по-моему, давно. Щит зубей, не помню, показывал вам или нет. И, в принципе, это все. Спасибо, кстати, Нови за то, что они очень вовремя дали очередной набор домоседа, потому что у меня начали заканчиваться печеньки, там уже 200 оставалось, но они как-то очень быстро уходят. Дали еще одни печеньки, уже 6 лимитированных, то есть уже на 6 недель я могу себе заряжать сайху, 302 обычной сайхи, которую я использую каждый день и получаю еще 10 печенек. То есть, ну, классно покупать, не надо расходники тратить, но, видите, я стараюсь копить Адену и, как видите, здесь у меня особо я ничего не покупаю, просто потому что я хочу быть при Адене. Но, блин, понятное дело, если есть деньги, то стоит, наверное, брать себе пояс, там, пробовать на 5 закидывать его, это очень тяжело, но, тем не менее, оружием до сих пор лунная дубина и она дает неплохой дамаг, 183. Но проблема такая, что мобы все равно уходят очень долго, я летаю на Аллигатор, я все эти временные зоны прохожу, на Первобытный остров всего 23 минуты осталось всего лишь, не помню, почему я вырвался из этого кача. Но проблема в том, что невероятная зона, невероятная временная зона мне дается, вообще никак не дается, 3 минуты и гномка падает. Я ставлю, чтобы она херилась на 99% банками. Кстати говоря, я потратил 3,5 миллиона, сейчас вы увидите на что, если не зависло. 3,5 миллиона я потратил на, сюрприз-сюрприз, 100 тысяч банок, потому что на ночном каче у меня было так, что я покупал всего лишь по 10 тысяч, и где-то на второй день ночного кача я забывал про эти банки, и получалось так, что они заканчивались. Приходишь, у тебя гномка лежит мертвая. Ну, чаще всего это ПК, какие-то тебя выключали, но, в общем, давайте посмотрим на невероятную временную зону, где я постоянно падаю. Я даже не знаю, в чем проблема. Проблема в том, что я не успеваю их убивать быстро. Они, ну, то есть, первые волны, говорю, первые 3 минуты, и она еще качается, но потом уже начинается какая-то жесть, очень много мобов, мана заканчивается, мана заканчивается очень быстро, и мобы не хотят улетать быстро, то есть, здесь уже начинаются очень большие проблемы после первых 3 минут. У меня вроде бы есть бафчик, я думал, он будет тащить, восстанавливает мне ХП, но что-то он не особо как-то восстанавливает. Он, ну, шанс очень мало. Спасибо, что он есть, он даже иногда критует, полностью восстанавливает ХП, но он такой мизерный на самом деле. Я надеялся, что он будет получше, хотя бы как вампирик, я не знаю, ну, типа, ну, в общем, как-то так, я на это рассчитывал, но не получилось, не фартануло, да, как говорится. В принципе, Коплю до сих пор с веточа Коплю, открываю волшебные лампы, и для этого дела, которое я уже говорил. Что еще заметил? Я пытался с Копьем проходить эту зону, но я Копье просто удалил, потому что с Копьем она еще хуже. Здесь хотя бы щит иногда, сопротивление какой-то, блокировка есть, иногда спасает от пары ударов, но с Копьем она разваливалась вообще в первые минуты, потому что, ну, очень быстро убивали. И тем более с Копьем по атаке, я даже прокачал пассивку, но по атаке с Копьем гораздо меньше. Я, кстати, забыл свиток использовать, свиток боя. То есть, ну, может быть он поможет, может нет, я не знаю. Сейчас посмотрим, сколько с вами... Вот ее статы, как вы видите, прокачивают дух воды, потому что, качаясь в Круме в основном, дух воды там идет очень быстро. Я бы хотел уже куда-то сменить локацию, но, блин, в Круме как-то еще удается запрятаться. В остальных локациях ПК сливают очень быстро. А плюс 87 урона, вот, кстати, прилетел с этого скилла. И видите, здесь уже начинается ад, потому что мана заканчивается. И мне приходится отбегивать ману, но это большая волна, по-моему, жирная. Ману приходится отбегивать, а в тот момент появляется вторая волна мобов, и под двумя волнами я умираю довольно быстро. Вот она, вторая волна уже пришла. И если мне сейчас повезет, то я выживу. Вот под такими волнами я обычно, видите, кладусь просто. Но мне повезло, я выжил. Не знаю, на сколько этого хватит. Банки не успевают меня отрегенить полностью ХП. Но мана заканчивается, вы видите, как. То есть проблемой... О, смотри, сколько сундуков, кстати, интереснулось. Давайте хотя бы подберу дроп сундуков, прежде чем меня тут убьют. Потому что я-то знаю, что очень быстро здесь, скоро уже отвалюсь. Потому что к седьмой минуте я обычно уже падал. И вся проблема в том, что мана заканчивается. Если мана заканчивается, то не успеваешь выносить эти пачки. Если скапливается больше, чем одна пачка, то гномочка, к сожалению, падает. К большому-большому сожалению. В целом, в остальном, медленно, но верно кач идет. Мне говорят, что тебе нужен скорее уровень, поэтому вдолбливай все светочи. Но, алё, как бы если я вдолблю все светочи, я сейчас получу 70 какой-нибудь второй, наверное, 73, может, уровень. И как меня это вообще спасет, я не понимаю. Не особо-то и спасет. А вот когда я на 76 помучаюсь, я на 76 вкачаю все эти светочи, вот там вот эффект от светочи уже будет ощутим. Просто потому что, смотрите, я сейчас немножко подискутирую, так сказать, на эту тему. У меня есть БД, которого я сделал месяц, чуть больше, наверное, месяца назад, и он 79 уровня. У меня есть гномка, которую я создал... Когда я ее создал? Ну, можете отследить по роликам, когда там она была создана. Ну, скажем, гномке там 3 недели, да? БДшки где-то 5 недель, гномки 3 недели. То есть у них 2 недели разница, да? Ну, это, опять же, предположительно. Ну, здесь уже конец, потому что здесь мана закончилась. На этом наша полномочия все. Смотрите, да, ну вот, продержался немножко дольше до 6 минут. Мана закончилась, отбегать это невозможно, потому что волна слишком большая. И убить это, к сожалению, тоже уже не удается. Ну да, видите, все упирается в ману. Единственный способ точить талик Евы, но он не особо-то и поможет, потому что он не сможет обеспечить меня таким регеном маны, который мне необходим. И вы скажете там, убери этот скилл, да, например. Но этот скилл, на самом деле, очень даже полезен, потому что он дополнительные чуть-чуть урона вносит по всем, а жрет в 2 раза меньше маны при этом. На чем я остановился, не помню. В общем, БД у меня сейчас 79-го, гномка 70-го. И когда БД будет, ну, в лучшем случае 80-го, потому что сейчас уровень у БД вообще еле идет там, гномка будет 76-го, я предполагаю, БД будет 80-го. И когда гномка прожмет, гномка, вероятно, с 76-го до 78-го, 79-го долетит, и у них разница останется очень небольшая, всего там пара уровней, хотя разница по времени это 2 недели, даже 3 на неделю, я бы, наверное, сказал, по возрасту. Поэтому, в общем, я решил пока копить светочки. Светочки у меня там достаточно, смотрите, там, я думаю, что синих светочек накопится где-то по 1000. Очень мало, к сожалению, падает красных светочек, очень мало. Также я коплю рандом крафт для какого-нибудь из видео. 2 миллиона очень мало, к сожалению. Сейчас у меня денег не особо много. Стараюсь также следить за местом в инвентаре. У меня есть... Что это такое вообще? Что это за безобразие? У меня есть свиток к Орвину. А Орвин, кстати говоря, я в него квесты так и не сдал, по-моему. Боже мой, боже мой, какая оплошность. Вы посмотрите, я забыл сдать все эти квесты, какой стыд. Спасибо, Орвин, кстати говоря, сейчас мне еще Сайхи даст. Это сага-легенда, окей. Это, если вы помните, убить там внеистовство, и где-то еще мобов надо было убить. Кстати, Орвин не прокачал мне уровень, к сожалению. Я думал, он мне экспо даст, типа того. Но он мне дал очень много штормов. Вся проблема в том, что заканчиваются штормы. Внеистовство я пошел на этом, тупо не успевая никого убивать. Безмолдии мне пока рано. Единственное, говорю, путь, где я тусуюсь в последнее время, это вот... Пожалуйста, если хотите меня там слить в ПК, то можете туда прилетать. Мне очень часто пишут на гномку, очень приятно пишут. Типа, привет, там помочь, все дела. Спасибо большое, ребят, я именно гномку, я бы хотел попробовать сам. У меня все-таки рубрика. Именно поэтому я, пожалуй, попробую сам ее вкачать. В принципе, малютка на этом все. Малютка гномиха живет, она продолжает качаться. Она бодрее всех бодрых. Бьет руду. Цены сейчас на сервере очень сильно скакнули, если вы заметили. Просто безумные какие-то цены. Но очень повезло, кстати говоря, с брошью и с браслетом. Все эль-монеты у меня улетели, которые были в паке за 300 рублей. Эль-монеты улетели на печати Герана, если вы помните. Видео у меня было на канале. К сожалению, осталось всего полторы тысячи. И за эти полторы тысячи я купил себе две броши, два браслета. И сюрприз, две броши, два браслета зашли на два, сразу синтезировались. Это большая радость была, потому что... Хотя, может, я обманул, по-моему, браслет со второго раза. Я, честно говоря, не помню, но помню, что это было довольно легко. В сравнении с другими моими классами, которыми я воспользовался, которыми я играл. Там все дольше было как-то и неприятнее. Все-таки на гномке как-то приятнее все. Точится, качается. Не знаю, сейчас сглажу, наверное, сам себя. Поэтому пойду глаз, убью этот огромный. Очень часто убивают в ПК, поэтому приходится прятаться где-то в катакомбах. В катакомбах тоже довольно тяжеловато качается. В общем, проблема только в мане, я бы сказал. Очень большая проблема в мане. К сожалению, в гномке нет ни одной пассивки на восстановление маны. Я заметил, что у каждого класса есть какая-то пассивка на восстановление маны. У каждого. У гномки на восстановление маны нет ни хрена. Если вы знаете, например, у того же БД есть такой... По-моему, здесь только что ПК-шник пробежался, и поэтому так чисто и спокойно. Если вы помните, то я качаюсь... Я всегда ставлю где-то на 50%, чтобы хп восстанавливались. Даже где-то на 40%, чтобы у меня включалась вот эта вот пассивка. Вот она, плюс 140 физатаки. И она у меня всегда бегает под этой пассивочкой довольно часто, и в принципе мне этого хватает. Хоть немножко урона, но все равно приятно, потому что у гномки приходится выжимать урон со всего. Так вот, если помните, у БД есть синий шар такой, который также восстановление мп дает. Такой синий кружок, синяя сфера, это пассивный скилл его. И это помогает на самом деле. Почти у всех классов я уже сказал, что есть восстановление мп, а у БД также есть всякие денсы еще на расход мп и прочие вещи. В гномке нет ни хрена, к сожалению, и это очень грустно. Блин, реально, хотелось бы какой-нибудь баф получить, который восстанавливает, восстановление хп увеличивает. Единственное, есть, что какая-то шансовая штука, как раньше у ножей была, если вы помните, типа при атаке, при использовании меча дребящего оружия, дребящее оружие, есть шанс повысить мастерство. Это также активирует благословление оглушения, которое повышает шанс оглушения, уменьшает расход мп. В общем, эта штука прокает крайне редко. Крайне редко, видите сколько я стою, она еще ни разу не прокнула. Ну, такая себе, то есть такой себе скилл, пускай он тикает хотя бы почаще. Я надеюсь, что вот он сейчас тикнул на 2 секунды, там тикнул и все. Буквально одну обилку я прожал, там чуть меньше хп у нее, чуть меньше мп она использовала и все. Ну, на 4 окей, на 4 секунды она падает. Ну, такое себе, на качи может быть еще как-то помогает, но я говорю, у нее слишком маленький шанс для того, чтобы на нее особо рассчитывать. На этом можно заканчивать. Не такой уж и большой прогресс, я бы сказал. Думаю, что в следующем видео у меня уже будет бежа нормальная, будет бв хэви тела. В принципе, я вам скажу, что без светочей качаться в этом есть какой-то определенный смысл. Если вы играете без доната, смотрите, вы качаетесь, да, не так уж быстро, но вы успеваете к своему уровню обеспечить себя какими-никакими вещами. Если вы пропустите просто все эти уровни, быстро, скажем так, через себя с помощью светочей, вы выйдете на 76-й, там, 77-й уровень в C-грейде. Ну, если вам так нравится, то выходите в C-грейд на 76-м уровне и бейтесь там с мобами, с которых падает по 500-600, там, адены чуть больше, да, но вам будет гораздо потнее их убивать, скажем так. Здесь же, в принципе, мне попроще. Мне попроще здесь и мобам, и мобов убивать попроще. Я уже оденусь к 76-м уровню, а когда я еще использую светочи, у меня уже будет довольно, ну, готовый персонаж, я думаю. То есть у меня будет C-там или B-бежа какая-никакая. Возможно, еще куплюсь я серьгу долин драконов, кольцо той, и BVC точно у меня будет весь готовый. На гномку я бы хотел все-таки, все-таки хотел NM-Light концы. У нее есть пассивка на лайт, так что пускай будет. NM-Light концы, чтобы отжираться, но они стоят очень дорого, поэтому особо на них рассчитывать сейчас не приходится. Интересно, что у меня ХП, кстати, почти полное, почти всегда. И, в принципе, все. Вот такие вот успехи у гномки. Не особо, не особо, конечно, это успешные успехи, так сказать, потому что хотелось бы побольше. Блин, я думал, я не бафнул себе восстановление МП, такой сижу, все это время ругаюсь на МП, а не бафнул его. В общем, приходится прятаться в таких маленьких гномичьих, видите, угодьях, чтобы хоть как-то выживать, но даже здесь находят, находят и убивают жестоко. Спасибо всем за просмотр, за поддержку, спасибо за ваши комментарии, мне очень приятно их читать. Спасибо людям, которые пишут на гномку. Я даже иногда отвечаю, иногда не отвечаю, потому что она в АФК качивает довольно часто. Всем удачи, хорошего настроения, путь гномки будет продолжаться, и он будет продолжаться до 76 уровня, пока я не использую все светочи. Там уже, в принципе, можно будет его прекратить, и, возможно, начну новый путь, какого-нибудь, я не знаю, паладина, может, танка какого-то. То есть, мне бы еще за танком было бы интересно покончаться. Понятное дело, что, может быть, мага какого-нибудь, некра, да, там, может быть, есть идея также постримить, скажем, трехчасовой стрим устроить. Кстати, вы заметили один прикольный момент? Гном, когда дерется, она, у нее глаза закрыты. Я на это обратил только недавно внимание, это вообще просто лол, смотрите. То есть, она дерется закрытыми глазами, типа, я не хочу видеть то, что происходит. Это супер смешная такая мелкая деталь, я ее никогда особо не замечал. Сейчас вот она выйдет из режима боя, и у нее глаза откроются обратно. Ну, это, это очень забавно, серьезно. Еще она больше их не закрывает. Закрой свои глазки. Только что же была закрыта у меня глазами, нет? Ну, ладно, это... Значит, это какой-то баг. Я-то думал навсегда закрывать глаза в режиме боя, но у нее глаза очень часто закрываются в режиме боя. Я не знаю, напишите почему, потому что я, у меня нет вообще никаких соображений по этому поводу, почему она закрывает глаза, может быть, стикает как раз-таки какой-то скилл, или что-то происходит, почему она глаза закрывает, я не знаю. Спасибо за просмотр, всем удачи, хорошего настроения, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok